здравствуйте друзья недавно на своем телеграм-канале я провел сбор на приобретение еще одного мини-пк с актуальной конфигурацией для обновления уроков по установке home assistant кстати в этом месяце я уже обновил видео по установке супервайзит home assistant на разбери 5 4b и три урока по настройкам и основным дополнениям сбор прошел успешно даже с некоторым превышением начальной суммы что несомненно означает интерес к этому вопросу поэтому я взял более продвинутую конфигурацию чем рассчитывал изначально а именно безвентиляторный intel n100 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт ssd сразу скажу что эта конфигурация намного мощнее чем требуется под нужды только самого home assistant запас по производительности будет огромным что даст возможность развернуть тут какие-то дополнительные в том числе ресурсоемкие задачи но это выходит за рамки этого урока тут я ограничиваюсь только системой управления умного дома и открываю серию общим обзором мини компьютера и установкой базового образа home assistant ос следующих уроках будут показаны другие варианты а перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могло найти больше людей интересующихся тема умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше модель мини пк ac8 n процессор intel n100 12 поколение 10 нанометров техпроцесс 4 ядра частота до 3,4 гигагерца энергопотребление до 6 ватт система охлаждения пассивная оперативная память 16 гигабайт ddr4 внутренний диск ssd 256 гигабайт в лоте по ссылке из обзора доступны и другие версии на базе процессоров n100 и n200 с разными конфигурациями по оперативной памяти и внутреннему диску остальные интерфейсы встроенный картридер micro sd сеть проводная два ethernet порта 1000 мегабит в секунду беспроводная модуль m2 pci экспресс порт wi-fi 6 802 11ax bluetooth 5 2 usb 4 порта стандарта usb 3 2 hdmi 2 0 дисплей порт 1 4 плюс вга функции bios вайкон лан уэфай автопаворон питание 12 вольт размер 12 7 на 12 7 на 5 сантиметров моменты по доставке продавец сам указал стоимость устройства 18 долларов моем случае все прошло нормально без дополнительной растаможки заказ был сделан 14 октября фактически отправлен 16 октября прибыл в отделении 25 октября вечером а получил я его 27 октября в отделении мист экспресс то есть фактическая доставка заняла 11 суток упаковано все очень добротно в специальный очень плотный противоударный пакет моем случае его даже не вскрывали на таможне по крайней мере следов вскрытия я не обнаружил внутри обнаружилась белая коробка из плотного картона без какой-либо полиграфии из опознавательных знаков только наклейки вот они крупным планом тут указано какая именно конфигурация находится внутри так как в магазине их доступно более десятка внутри коробки тоже все проложено противоударными вставками благодаря чему все было доставлено в полной целости и сохранности вот все что нашлось в коробке кроме самого мини пока веса крепления с поддержкой 70 на 70 и 100 на 100 миллиметров крепеж до него hdmi кабель и блок питания блок питания я выбрал с европейской вилкой он рассчитан на входное напряжение от 100 до 240 вольт выходное 12 вольт ток до двух с половиной ампер 30 ватт это не значит что сам мини пока столько потребляет об этом я скажу дальше в обзоре это просто максимальная мощность блока питания квадратный корпус мини пока сделан из матового приятного наущью пластика хотя большинство без вентиляторных моделей имеют металлический корпус для рассеивания тепла тут радиатор спрятан внутри на фронтальной панели находится кнопка включения питания usb порты разъемы для карты памяти наушников и микрофона на задней стороне видео разъемы дисплей порт hdmi vga оба сетевых разъема и порт для подключения блока питания на нижней стороне находится съемная крышка которая дает доступ к слотам с оперативной памятью ssd диском тут же находится резьба для веса крепления верхняя часть вентиляционными отверстиями под ней находится массивный насколько можно видеть на всю площадь поверхности радиатор благодаря ему а также высокой энергоэффективности процессора потребления до 6 ватт стала возможным не использовать вентилятор как я и сказал тут используется стандартная для такого рода устройств напряжения питания 12 вольт и круглый dc разъем это дает возможность без каких-либо переделок и переходников использовать с ним один из dc ups например такой с регулируемым в пределах от 12 до 24 вольт выхода или такой с фиксированным выходом на 12 вольт кстати именно его я использовал при тестировании такие бесперебойники включаются между родным блоком питания мини пк есть и другие модели собственным питанием про эти и подобные упс я делал обзоры на канале ссылки также оставлю в описании нижняя крышка как я и сказал открывает доступ к модулю оперативной памяти и ssd дисков крепится на на паре винтов снимается удобно и быстро при заказе можно выбрать разные комплектации как с памятью так и без если вы хотите поставить свои я взял избыточную для home assistant комплектацию 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт ssd просто из-за небольшой разницы в цене а так более чем хватит и сочетание 8 128 еще четыре винта по краям и снимается вся нижняя крышка которая дает доступ ко всем сменными съемным модулям хотя я снял и крепеж под этими винтами продолжать разборку не стал так как монтаж тут достаточно плотный есть риск что-то повредить тем более что вся конфигурация легко проверяется программ забегая вперед добавлю что после двух суток беспрерывной работы температура пока находилась в пределах 37 градусов как я уже упомянул я взял комплектацию с уже установленной оперативной памятью и дисков это модуль памяти какой-то неизвестный мне китайский бренд это один из двух 128 гигабайтных модулей распаянных на ssd диски всего на нем может быть до четырех таких модулей кстати be link про которое делал обзоры год назад отлично работает с тех пор в режиме 24 на 7 с похожими модулями памяти и диска это беспроводный модуль вайфай и bluetooth 5 2 довольно распространенная модель rtl 8822 c и по спецификациям действительно есть версии с поддержкой вайфай 6 и bluetooth 5 2 давайте перейдем от слов к делу и включим героя обзора качестве монитора использовал телевизор с него и фотографировал также пригодятся по крайней мере временно клавиатура и мышка приезжает мини показ уже предустановленной windows 11 с ее настройки все и начинается вначале необходимо установить локализацию далее все диалоги будут уже на выбранном языке предлагает найти и подключить вайфай видеть сети 2 и 4 и 5 гигагерц кстати для настройки home assistant нам нужно будет подключение по кабелю так что нужно заранее предусмотреть эту возможность затем некоторое время нужно будет подождать загрузки установки первого пакета обновлений после чего мини пока будет перезагружен после перезагрузки продолжается процесс установки в ходе которого нужно будет согласиться с лицензионным соглашением задать имя для устройства я особо не усердствовал так как все равно не планирую использовать предустановленную систему это просто проверка работоспособности мини пока может быть настроен как для личного так и для рабочего использования к слову говоря неплохой вариант для офисного использования недорогой компактный ресурсов для всех стандартных задач более чем достаточно настраиваем пин-код для входа в систему своеобразная замена стандартному вводу пароля перед завершением мастер настройки предлагает попробовать вам течение месяца пакет офис 365 но для этого нужно ввести данные вашей платежной карты так как использовать тут windows мои планы не входило я просто отказался от такого щедрого предложения затем нужно вновь подождать пока загрузится и установится следующая порция обновлений полюбоваться несколько минут на темный экран с предупреждением о том что нельзя выключать компьютер после чего он еще раз перезагрузится и вот наконец рабочий стол windows 11 как я и сказал мне она не нужна настроил я ее просто чтобы показать что тут установлена по умолчанию тут действительно установлен intel n100 сейчас он работает на 800 мегагерцах 16 гигабайт оперативной памяти поставляется с предустановленной 64 разрядной windows 11 после небольшой начальной настройки она готова к работе емкость диска соответствует заявленной 256 гигабайт все честно на самом деле если вы приобрели этот мини пока для home assistant то все эти настройки вам не надо можно сразу приступать к установке и я тоже сейчас этим займусь перед тем как перейти к установке home assistant tos быстро пройдемся по bios для входа в его меню при запуске мини пока надо нажать escape или дилет на первой странице видим его версию 2 2212 87 версия ядра 527 частота памяти 3200 мегагерц на вкладке чипсет находится опция автоматического включения при подаче питания по умолчанию она выключена для сервера умного дома ее нужно обязательно включить она работает я проверил тут же находится и вайкон лам по умолчанию приоритет загрузки установлен на внутренний ssd диск это правильно для разовой загрузки с флешки можно воспользоваться будут меню перед тем как сохранится и выйти подготовимся к установке home assistant ос это рекомендуемый разработчиками home assistant способ установки правда на пока такой конфигурации логично ставить ее на виртуальную машину используя остальную часть ресурса для чего-то другого и этот способ мы тоже обязательно рассмотрим в следующих видео для распаковки операционной системы на флешку рекомендую воспользоваться balina itchurch ссылку на официальный сайт вы найдете в описании под видео но тут есть особенность которая заключается в том что в официальном репозитории образ home assistant ос предназначен для рабочей системы они загрузочной флешки для развертывания его на ssd нужно либо физически достать диск из мини пока и подключить его к рабочему пока либо предварительно установить временную операционку именно этот путь я покажу и в качестве такой операционки используем linux ubuntu загружаем ее образ официального сайта ссылка также в описании при помощи balina itchurch открываем образ ubuntu и указываем путь к флешке при записи все что на ней будет стерто имейте в виду нажимаем запись и после ее окончания подключаем флешку в один из usb портов мини пк сохраняем настройки bios и выходим из него на стартовом экране нажимаем f11 для входа в меню быстрой загрузки тут кроме ssd диска доступна загрузка с созданной только что флешки выбираем ее в следующем меню нам нужен первый пункт попробовать или установить ubuntu он активен по умолчанию поэтому сразу нажимаем enter следующее меню уже графическое тут нам предлагается выбрать языки тип установки так как эта система нам нужна буквально на несколько минут язык можно не менять выбираем пункт попробовать ubuntu далее у нас загрузится графический рабочий стол довольно сильно похожи на windows оставляем его пока так возвращаемся к рабочему пока теперь нам нужно скачать образ home assistant os по ссылке в описании переходим на официальный репозиторий проекта на момент съемки видео актуальная версия 11.1 нам нужен файл название которого есть x86 64 с расширением image xz загружаем его это архив нам нужно распаковать находящийся в нем образ я использую бесплатный архиватор 7z пока он распаковывается нужно найти еще одну флешку как и первая она понадобится совсем ненадолго с нее даже не надо ничего удалять так как файл образа нужно просто на нее переписать просто нужно чтобы было свободно чуть более 6 гигабайт места после этого подключаем ее к мини-пк благо у него есть целых 4 юсб флешка распознается и открывается в окне на рабочем столе действительно все очень похоже на windows нажимаем на образе правой клавиши мышки выбираем первый пункт открыть при помощи диски matchwriter откроется окно с диалогом куда следует развернуть этот образ открываем меню и выбираем внутренний ssd диск вся информация на нем будет уничтожена все готово нажимаем кнопку старта записи несколько минут наблюдаем за процессом прогресс которого показан в верхней части окна готова тут видно каким образом был распределен диск при записи системы пока занята всего пара гигабайт все остальное пространство свободно справа вверху выбираем кнопку выключения и в открывшемся меню выбираем выключение теперь можно сказать до свидания убунту и достать обе флешки они нам больше не нужны перезагружаемся и теперь с ssd диска будет запускаться хаос специальная версия linux предназначенная для работы системы управления умным домом home assistant если вы видите такое окно значит все прошло успешно тут виден айпи адрес который присвоен мини пк для этого напомню он должен быть подключен кабелем к роутеру чуть ниже адрес по которому нужно подключаться веб-интерфейс и порт теперь можем отключать его от монитора или телевизора войдем в браузере имя или айпи адрес сервера которое мы только что видели на экране и после него через двоеточие номер порта 8123 система уже развернута сейчас завершается подготовка к первому запуску после этого мы видим стартовое окно тут можно выбрать режим восстановления из резервной копии если она у вас есть или создание нового умного дома я выбираю этот режим создаем имя для входа в систему и связываем его с именем пользователя придумываем и повторяем пароль желательно его запомнить или записать часть шагов являются необязательными их можно пропустить и настроить позже как например этот выбор страны обязателен к нему привязывается локализация системы отправка аналитики полностью анонимна поэтому я всегда призываю включить все опции для того чтобы статистика отображала максимально актуальные данные зависимости от того сколько умных устройств вас уже есть сети home ассистент обнаружит какие-то из них и автоматически подключат еще часть устройств обнаружится чуть позднее моем случае первоначальный интерфейс выглядит так система обнаружила несколько медиа плееров и светильников у вас он будет выглядеть иначе собственно на этом установка системы закончена что можно сделать далее я показывал видео уроках первые шаги установка аддонов файл-эдитар maria.db установка и настройка zigbit on qtt mosqueta broker google backup ссылки оставлю в описании но давайте еще пробежимся по некоторым параметрам в окне система как его выводить показано в уроке про первые шаги показаны версии ядра супервайзер и операционной системы никаких ошибок тут не наблюдается все в полном порядке меню интеграции видим что bluetooth адаптер обнаружился и подключился и даже нашлось несколько было и датчиков сяоми а вот сетевые интерфейсы обнаружили столько проводные вай фай не распознался но лично я не считаю это проблемой так как сервер такого уровня должен быть подключен к домашней сети по проводу на всякий случай уточню для тех кто не очень дружит с сетевыми технологиями сервер будет прекрасно видеть другие вай фай устройства для анализа потребления я подключил его к розетке с энергомониторингом тем более что благодаря бесперебойнику о котором я упоминал в начале видео переключать его можно прямо на ходу в этом режиме он потребляет всего 8 ватт по состоянию на следующее утро ничего не изменилось мощность пределах 7 8 ватт и для закрепления материала график потребления в течение двух суток беспрерывной работы большую часть времени 8 ватт с редкими пиками до 9 ватт и падениями до 7 но система работает без нагрузки при выборе бесперебойника нужно убедиться что он способен отдавать ток до 2 ампер но в целом мини пк очень экономный на этом первую часть обновления уроков по установке home assistant на intel based пока я буду завершать впечатление самое благоприятное аккуратный полностью бесшумный как я уже упомянул температура в таком режиме держится в пределах 37 38 градусов запас по ресурсам огромный показанный тут метод только один из вариантов имеющий смысл если вы не планируете других задач для этого пк я кстати сторонник именно такого подхода сервер умного дома должен заниматься только умным домом но в этой конфигурации запас действительно большой следующих уроках я планирую показать другие методы установки как минимум повторив серию которую я сделал для билинг на этом все надеюсь что обзор был вам полезным и интересным буду благодарен за ваши лайки они способствуют продвижению видео на youtube если вы еще не подписались на мой канал самое время сделать это прямо сейчас в описании под видео я оставлю ссылку на магазин где я купил этот пк если найду аналоги добавлю их тоже там же вы найдете ссылки на необходимые ресурсы и другие видео которые я упоминал либо подходящие к этой теме по мере необходимости они будут актуализироваться приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал или фейсбук страницу и группу общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы ссылки там же спасибо за внимание до новых встреч всем мира спасибо за просмотр! пока! пока! Продолжение следует...